С чего начинается Родина А может волны Седого Каспия, лесные отроги Восточного Казахстана Величественные очертания памятников былых поколений Проект «Сакральная география Казахстана» Инициатива президента республики Нурсултана Назарбаева Его цель – обратить внимание на общенациональные святые Символы государства, которые объединяют всех людей нашей страны Меня зовут Зарина Мухаммедали Вместе со мной вы отправитесь в путешествие по самым значимым местам Казахстана Мы прикоснемся к древним тайнам Услышим невероятные легенды Насладимся бескрайними просторами Мы увидим красочный калейдоскоп И каждый его фрагмент – символ нашей жизни Жерветінде ерекше касеттері бар Адамға күші қуат беретін кейлі орындар ертеден белгілі болған Ертедегі мәдінеттері өкілдерінің көпшілегі осында Жерлерді тылсым күштерімен байланын сатын порталдар санады Кейлі жерлерге кесенелермен діней ғимараттар салды Мыңдаған жылдар өткен соң кейлі география нысандарына келеген адамдар Тылсым күштердің барай кенінің сезінуде Жене бұл күш бөкілі әлемің зератшыларын магнитчет артуда Експедиція программы «Символы нашей Родины» Продолжает свое путешествие по сакральной карте страны Восточно-Казахстанская область подарила нам незабываемые впечатления И казалось, нам уже нечему удивляться Однако дорога привела экспедицию к урочищу, где увиденное не просто поразило Здесь каждый вопрос порождал десятки новых А одна теория сменялась другой, невероятнее прежней Тайна из тайны, седой Ахбаур Но обо всем по порядку Ахбаур – тарихи археологиалық кешені Шығыс Казахстан облысының уланауданда өскемен қаласынан 38 шақырым пашықтықтағы Ахбаур тауының бауырында орнылысқан Таумен аттас өнгірімен танымал Кешенің аумағында біздің заманымызға дейінгі үшінші мүң жылдыққа жататын қызыл жосамен жартастырға салынған сүрюттері бар В десятом тысячелетии до нашей эры закончился ледниковый период Вместе с ним ушли в прошлое стада мамонтов и шерстистых носорогов И природа приобрела современный облик Задышала теплым ветром степь Наступил голоцен – время, в котором мы живем Человек заселяет новые земли В этот период территорию современного казахского Алтая Освоили предки тех самых сакских племен О чьих погребениях вберели мы рассказали в прошлом выпуске Кто они? Загадочные пращуры Их возраст и образ жизни ученые могут установить Изучая древнейший археологический памятник Казахстана – Ахбаур Галина Петенева – старший научный сотрудник Областного этнографического музея И главная по Ахбауру Урочище давно стало ее вторым домом И лучшего проводника нам не найти Первым делом она ведет нас к знаменитому гроту С наскальными изображениями Подобных которым нет больше нигде в Восточном Казахстане По пути обсуждаем время создания комплекса А свидетельством того, что человек появляется здесь Именно в эпоху и неолита Является как раз вот этот грот с наскальными рисунками Которые выполнены охрой Других пока свидетельств у нас нет Этого достаточно? Ну, хотелось бы, конечно, найти захоронение неолита Захоронение – это как раз вот та долина Это ранний кочевнический могильник А нам нужно, да, мы бы хотели, конечно, здесь найти А предположительно, где оно может располагаться, такое захоронение? Предположительно, вот в предгорьях и может располагаться Вот буквально вот за вот этим вот крежем Там есть небольшой могильничек, который мы предполагаем, что это как раз будет эпохи неолита Если вы найдете захоронение, как-то будут пересмотрены какие-то исторические основы? Конечно, потому что сейчас все-таки, пожалуй, наверное, лучше всего согласиться с датировкой, которую дает этому святилищу Еще этим памятникам наиболее ранним, который дает Самашевизуна Самашевич Исследуя вот как раз рисунки охрой По аналогиям он и датировал их где-то вот концу маниолитам, начало эпохи бронзы Так где-то третий тысячелетия наше эрек Тауды кие тұту, кень таралған және ежелден кележатқан қобылыс Бол тауларда құдайлар өмір сүреді деген наныммен байланысты Ертедегі адамдар тауларды жер ортасы, аспанмен жердің түйсетін тұсы санаға Мың жылдай бұрын Ақпауырда келі саналған болса керек Так, мы пришли Значит, что такое грот? Грот – это скальный навес В данном случае это светлый гранит Навес из светлого гранита Его параметры, в общем-то, небольшие Длина у него 9 метров, ширина 4,5 метров И высота где-то до 2 метров Вот она, да Это и есть грот Почему Ақпауыр, если на пригорок встать и сверху посмотреть Оно действительно имеет форму печени Вот Значит, внутри сводчатая потолочная часть В которой сквозны отверстия сердцевидной формы Рисунки, да, рисунки располагаются на восточной части стенки Грота, пошли Чтобы оказаться в гроте Ақпауыр, давшему название всему урочищу Нужно подняться наверх Образно говоря, совершить восхождение в верхний мир Учитывая особенности неолитической культуры Вполне можно представить, что это место проведения ритуалов А склон сопки считался священным На потолке и стенах грота изображены рисунки Археологами выделено порядка 80 элементов Которые до сих пор не дают десяткам исследователей спать спокойно Основные элементы, которые здесь встречаются, это точки, окружности и крестики В общем-то, и точка, и окружность, и точка в окружности, и крестики Это все солярные знаки Это все астрономические знаки В общем-то, во многих очень традициях культурных Они интерпретируются именно так Ахпауэр петроглифтерның оқылы нысықасын түрлі қалымдары ұсынған Ертедегі адам ненің бейнелегі сегеледекен Бәлкім көнай ғейбадатқанада келешек ұрпаққа өсет жасырылған болар Несколько версий возникло Первая версия наиболее простая То есть то, чем человек занимался, вот то он и изобразил Появилась у него повозка, он и нарисовал А домашний он животных, вот они, построены какие-то примитивные жилища типа шалаша Вот они, треугольнички такие Вторая версия – это отображение каких-то ритуальных действий, которые человек здесь совершал Но в пользу вот этой версии, которая говорит о том, что здесь изображена какая-то сцена ритуальная Говорит, в общем-то, другие элементы, которые здесь расположены Во-первых, сам грот, который имеет форму печени Печень был первым органом, по которому совершали ритуальные действия Делали предсказания и гадания Забивали животное, разрезали, доставали печень Как ее разрезали, там потом жрец предсказал В поддержку ритуальной версии грота Ахбаур здесь стоит этот треножник Ученые считают, что шаманы восседали во время камлания именно на нем И только восседая на этом камне, можно было получить информацию от духов, которым они взывали Может быть Зертеушілердің пікір бойынша төбедегі табиғи ойык Зыкры салған бақсының аны әлемге геретін есігі спетті болған Көптеген халықтардың мифологиясына жерасты әлеміне геретін есіг Эн немесе қуыс пен байланысты болады Одан өткен бақсы тылсым әлемге түседі Бұл ертедегі адамдардың жоғарға әлемде құдайлар Жерде адамдар өмір сүріт Жераста әлеміне қайтыст болған адамдардың әруақтары жіберлеттеген таным түсінігіне сәйкес келет Однако не только шаманский бубны историки увидели в этих камнях Есть мнение, что грот – древняя астрономическая обсерватория А расписная стена грота – карта звездного неба, как ее видели наши давние предки И если приглядеться, то среди рисунков можно выделить шесть знаковых изображений Которые отождествляются с определенными созвездиями За ночной период можно наблюдать только шесть созвездий Ну какие-то созвездия, сложно это говорить Есть, конечно, направления, которые выделяют Вот это дева, это лев, это весы, это скорпионы и так далее Есть понятие созвездия, границы созвездия Есть понятие астеризма То есть наиболее яркие звезды, по которым мы и угадываем, в общем-то, это созвездие Ну возьмем большую медведицу, это ковш Это астеризм Оно само-то созвездие, и оно там имеет более мелкие звездочки, которые границы созвездия определяют Или кассиопия, например, W, да? Это астеризм Давайте посмотрим, вот деву кто бы мог изобразить из этих весов? Ну не знаю, вот, может быть Хотя и может быть вот внизу человек-дева А это могут быть весы Если так, позади акуды, дева, весы, там дальше кто у нас там? То есть, вот он видел деву изобразил, пошел к весам Весы Это, значит, получается, скорпион Ну и так дальше, так дальше Получается водолей рыбы Как раз шесть сезвездия В конце концов мы взяли тоже ноутбук вооружившись современной программой Белли точку гротой и начали наблюдать Солнце действительно там находилось Потом ночью во время мы проводили мероприятие астротур И ночью тоже пытались посмотреть И да, действительно, когда подключали программу и смотрели Если, например, на горизонте появилось созвездие Девы Часть которого была видна и в гроте То программа показывала, что да, Солнце находится именно в созвездии Девы Единственное, что на каком-то отрезке наблюдения все-таки это дает сбой То есть, здесь возникает конфликт между периодом и цикличностью прохождения созвездий По эклиптике и через вот эту дырку и Солнце То есть, какие-то участки совпадают на сегодняшний день, какие-то не совпадают Краевед Владимир Иконников считает, что древние астрономы запечатлели положение созвездий Перед последним смещением земной оси Он датирует его трехтысячными годами до нашей эры А российские ученые в конце 20 века, во время Саяно-Алтайской археологической экспедиции Эрмитажа Не только доказали соответствие рисунков созвездием, но и попробовали восстановить способ нанесения изображений с помощью веревки Ну и в поддержку этой теории работают не так давно обнаруженные в архивах записки археолога и этнографа 19 века Куфтина Он утверждал, что восточный 12-летний животный календарь, которым до сих пор пользуются астрологи по всему миру, заимствован китайцами у древних тюрок Заметил это и французский синолог Абель Рюза в работе 1820 года, который нашел подтверждение в китайском источнике, написанном 800 лет назад И вот здесь, на Ахбауре, мы видим зодиакальных зверей возрастом в 5000 лет И вообще, для неолита, я уже обращала ваше внимание на то, что это вот такой схематический характер носят рисунки И в общем-то большинство исследователей склонны считать, что это элемент уже пиктографического письма Был такой у нас Курдаков, краевед, поэт, литератор Вот он как раз это все и говорит о том, что здесь написана летопись исхода, там, допустим, племен, которые населяли эту территорию Что здесь изображен путь спасения человечества Что якобы они, наблюдая за вот этими всеми астрономическими объектами, вычислили тот период, когда должен был совершен быть какой-то глобальный катаклизм И вычислив эту дату, они ушли с этого места И здесь показан путь, откуда и куда они ушли Если кратко так говорить, ну якобы они ушли куда-то там на север или наоборот с севера на юг они пошли То есть это, в общем-то, путь продвижения арейских племен О любителям метафизики мы тоже дадим пищу для размышлений Галина Геннадьевна ученой серьезной, но в нашей беседе она упомянула о плазмоидах, регулярно попадающих в кадры ее фотоаппарата Так она называет сферические сгустки энергии, которые якобы населяют эти скалы Наш скепсис исчез после этого кадра, снятого в гроте Конечно, чтобы разглядеть все рисунки этого удивительного грота, нужно много времени Если вы приедете сюда, то постарайтесь посвятить этому целый световой день, потому что рисунков много И каждый из них что-то означает Возможно, именно вы будете тем человеком, который разгадает эту древнюю историю Древние люди рисунками не ограничились Повсюду под ножи и сопки виднеются лунки неприродного происхождения Какие-то выщерблены в верхних частях скал, какие-то снизу и напоминают восьмерки или вовсе отпечаток человеческой стопы Культурный феномен чашевидных углублений, именно такое название носит объекты в современной археологии, распространен по всему миру Размеры варьируются от горошинки до самых настоящих бассейнов Вот таких отверстий, одинаковых по форме и совершенно разных по размеру, мы можем много обнаружить на поверхности этих скал У них тоже есть какое-то значение, ученые до сих пор спорят по этому поводу Но самое интересное то, что могут копить воду, которая является небесной водой, чистой, которая не соприкасалась никогда с землей Но для чего древние умельцы пробили эту дырочку? Непонятно Для того, чтобы изучать мегалитическую культуру, не обязательно ехать в Англию и смотреть на Стоунхендж Сейчас мы находимся в святилище Ахбаур, и эти камни появились здесь не случайно Их установили какие-то древние строители Для каких целей? Почему? И как? Сегодня попытаемся выяснить Довольно сложно представить себе это место во времена его расцвета, когда мы его видим в ландшафте сегодняшнего дня Но главное не изменилось Как и пять тысяч лет тому назад, солнце встает на востоке и садится на западе, наполняя смыслом расположение каменных плит Мы сейчас с вами идем по территории, которая условно определяется как ритуальная площадка Считается, что именно в эпоху Бронзы и в раннем Железном веке здесь и совершались какие-то масштабные ритуалы и обряды И в том числе опять-таки то направление, которое занимается астроархеологией Они связывают со всевозможными выступами, выемками, расщелинами в скалах Считают их какими-то естественными приборами, с помощью которых древние люди наблюдали за солнцем и другими астрономическими объектами Видимо, на каждой локальной территории шло свое ли это исчисление, как бы мы сказали Существовали свои календари То есть существовали люди, которые специально этим занимались, только этим занимались Потому что надо было строго фиксировать, строго все это каким-то образом маркировать Потому что вот сегодня солнце есть, оно отображается в расщелине А завтра солнца нет, и как узнать, какой день? И так далее То есть это вот какая-то сложная система, которую пытаемся мы познать Вот и центральная часть комплекса Ахбаор Она имеет форму амфитеатра диаметром около 25 метров Вокруг него расположены гранитные образования высотой до 4 метров Я считаю, что здесь была не только вот эта стена Здесь было какое-то более глобальное сооружение, где совершали эти ритуалы То есть это и есть тот самый Стоунхендж? Тот самый Стоунхендж, да Но дело все в том, что это не весь Стоунхендж Потому что если мы внимательно посмотрим на поверхность Вот остатки камушки какие-то на поверхности Вот торчат, вот торчат и так далее О том, что здесь было какое-то сооружение Или, возможно, захоронения какие-то проводили Говорит тот факт, что если тут потопать Вы чувствуете? Глухой Глухой звук? То есть там полость какая-то, да Или она природного происхождения Или она искусственного происхождения Но так или иначе там пустота Как исследовать? Копать Но пока мы не хотим копать Пока оставляем все как есть Древние святилища самых разных уголков Земли Объединяет то, что ключевые объекты у них Имеют строго определенную направленность по сторонам света Вот эти вкопанные плоские плиты Расположены с востока на запад Центральный камень стены имеет призматическую форму С заостренным кончиком, напоминающим прицел И если посмотреть через мушку прицела На вершину Белого холма То можно увидеть, что нацелена она строго на полярную звезду Издревле служившую ориентиром А через щель в скале слева от стены с прицелом Виднеется макушка Сорочьей горы И это направление точно на запад И еще здесь один момент Считается, что здесь, на вот этих местах Вот таких на ритуальных площадках Люди, основное внимание Их было сосредоточено на фиксации четырех точек Это весеннее и осеннее равноденствие И на солнцестояниях Зимнее и лентнее солнцестояние Мы тоже пытаемся сейчас поймать эти точки Но вот в равноденствие солнышко попадает вот в эту расщелину На закате Не вот в эту, не в правую, а в левую расщелину, в большую И когда она туда попадает То тогда формируются определенные формы луч Ну или зайчик, как в народе говорят И этот луч начинает свое движение по кромке вот этой стены И пока солнце закатывается Вот оно идет именно по кромке И тут я вспомнила о древнем городе Майя, Чечен-Ицы На полуострове Юкатан в Мексике Храм бога Кукулькана был построен так Что в дни весеннего и осеннего равноденствия Тень ступенек пирамиды создает впечатление Что по ней ползет змей Игры со светилами жрецы Ахбаура Начали раньше, как минимум, на тысячу лет Возможно, да, здесь отправляли какие-то ритуалы По той простой причине, что здесь, кроме остатков Мегалитических сооружений После таяния снега или обильного дождя Иногда вымывает фрагменты керамики Мы ее собираем и получается, что у нас фрагменты От разных сосудов совершенно Разная толщина стеночки Разный цвет черепка И вообще разный состав теста Это говорит о том, что периодичность какая-то существовала С какой же эти черепки сюда притаскивали И ставили какую-то ритуальную пищу в этих горшках Второй факт, который говорит о том, что здесь Кроме того, что, возможно, ловили солнце в солнцестоянии равноденствия То, что на скальные поверхности наносили рисунки И здесь они тоже есть Здесь их немного на этом останце, но они есть Может быть, они еще были, композиция, возможно, продолжалась и дальше Тут кусок вывалился или, может быть, его выдолбили, я не знаю Но вот они, три архара идут Еще один невероятный факт Многие подобные святилища на планете Располагаются на 50-й широте Стоунхедж – 51-й градус Старейшая из найденных в Европе древних обсерваторий Чешский Макатржанский квадрат – 50-й градус Немецкое святилище каменного века Газекский круг – 51-й градус Российский Аркаим – 52 градуса Ахбаур находится на 49-й широте Если оторвать взор от загадочных массивов и оглянуться вокруг То можно заметить, что урочище расположено в 20-ти километровом горном кольце Это место падения метеорита Это подтверждают нам и геологи Что Ахбаур – это астроблема, место падения Если с космоса посмотреть, вот этот самый Каржинбай – это конус выхода Когда метеор ударял о земную поверхность Обратная кинетическая энергия выталкивала породу И формировались вот эти высоты В принципе, получается, это место состоит из-за иноземной материи Да Поэтому у нас зимой тут дорога, по которой мы с вами ехали Не замерзает именно этот участок Начиная от Сагыра до Бестерека Тут всегда будет чистая дорога Мы не специально этим не задавались пока такой цель Потому что это тоже на уровне гипотезы, понимаете? Это надо привлекать специалистов, которые это все исследуют Но у нас всегда теплые камни У нас из земли камень выкопаешь, если он всегда будет теплым Ашыгаспан аясындағы гипататхана Ахпауыр Зерттеушілердің пікірінші жерлеу рәсіндерін атқаруға арналған Шатқалды жарыбаққан орын хай өзені ек әлемді біріктіріп тұрғандай Кешеннің күніясыны қонатын батысқа бағдырланы оуда бекеремес Жерлеу шеруі Ахпауыр төбесінің жанынан басталып Сауыскан тауын бойлап, Ахпастау бұлағына ғарай үзірекін болған Жартастардың бірінде солыс түкі беттеп кележатап Ежелегі адамлардың күдайы күнбататын батысқа бұрылған жануарлардың сүректері сақталған Здесь, скорее всего, совершали именно вот это То, что было связано непосредственно с погребальным, поминальным каким-то ритуалами, да, со смертью А там, скорее всего, может быть, даже какие-то, наоборот, весенние циклы справлялись Тот же, допустим, до наших дней сохранившийся наурыз, который падает на весеннее равноденствие Потому что именно вот эти расщелины, они могли фиксировать точки именно весеннего или летнего солнцестояния Или весеннего равноденствия и так далее А здесь, скорее всего, вот как раз осенний-зимний цикл И еще один элемент, вот мы с вами уже видели вот эти многочисленные чашечники и следовики А вот на этом объекте есть вот в большом количестве есть вот эти так называемые перстовики, то есть мелкие лунки Вот они три в линию идут и пятно охры Видите, да? И вот здесь вот три перстовика, которые уже расположены углом По одной из версий, перстовики использовались в предсказаниях Древние шаманы сбрасывали ритуальные кости и потому, как они попадали в эти выемки, предполагали будущее Возможно, их использовали в качестве сосуда для жертвенной жидкости или ритуального напитка Или вовсе, перед нами еще одна часть древней обсерватории Потому что там есть сквозные отверстия, которые могли использовать То, что охрой засыпали, охру могли использовать как естественный оттащитель при плавке металла Поэтому могла быть печь, обкладывали просто-напросто бревнами, этими камышом И все это поджигали и каким-то образом они это все плавили Но аналогии таких печек я не знаю Другая версия, что совершали обряды какие-то связанные с огнем Кстати сказать, возможно, есть металлургия Потому что древняя металлургия, кузнечное производство, это была магическая сфера Колдунов считали в определенном смысле тоже, как сказать, кузнецов, вернее, металлургов Считали тоже в определенной степени колдунами Потому что непонятно было, как это из камня Что-то там потекло, потом снова застыло Имеет вот такую вот форму, такую субстанцию, скажем так Это человек объяснить не мог, он это просто фиксировал, сам процесс И было непонятно, и облекал это все тоже в мифологическую оболочку Поэтому в кузнечном ремесле было тоже множество обрядов и все такое прочее Вот, возможно, здесь как раз это и совершали Осы тангажа ипчерге қатысты қаншама болжамжа сауғы болады Нақты дәлел болмаған соң, тылсым кешенінің пайда болуына қатысты Эркім өз ойын дұрыс санайды Бүгінде осы 70 мүн гектарды настам жер мемлекетнің корғауында Ақпауыр бірегей мұрал, оны зерттеу әлі талай қуфиясырда ашат Бәлкін біз кимбіз? Қайдан келдік деген ежелден кележатқан сұрақтардың жауабында беретін болар